Дорогие друзья! Добрый день! Доклад к Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Молодые ученые и наука. Результаты и перспективы». Системный подход к хирургическому лечению одиночных и множественных рецессий Десны с использованием аллогенной дуроматор «Обзор». Это полная видеозапись доклада, которая состоится 30 ноября 2022 года на конференции в Саратове. Авторский коллектив исследователей включил молодого ученого, нескольких клиницистов, провизора и директора научно-исследовательского института биотехнологии «Биотех» Ларису Тадоровну Волову. Большое спасибо за гистологическую часть исследований. Десневая рецессия – часто встречающаяся в стоматологической патологии как в России, так и в мировом масштабе. Действительно, есть на сегодня много эффективных хирургических методов лечения, которые предлагают полное устранение одиночных рецессий Десны, и множественных в том числе. То есть, полное 100% закрытие поверхности корня зуба, как показатель, который учтен первично для оценки эффективности лечения рецессий Десны. Хотя, как показывают наши исследования, наши данные не укладываются в таблицу на тему закрытия корня зуба, потому что мы можем получать значение больше, особенно при множественных рецессиях. Все современные методики за последние 30 лет дают качественно положительный клинический результат и стабильный в долгосрочной перспективе. Проблема осложнения хирургического лечения рецессий Десны также актуальна ввиду высокой частоты возникновения на ранних и отдаленных сроках. Но связано это не с несовершенством метода, а с ошибками при планировании, при выборе стратегии и тактики лечения, при выборе неадекватного хирургического протокола или неадекватной методики, или комбинирования, или, наоборот, некомбинирования. Это несовершенство мануальных навыков, но в меньшей степени все-таки, и неприменение конкретной методики, которая должна была иметь здесь место, с учетом персонифицированной клинической картинки пациента. При соблюдении современных протоколов используются в основном три методики операции. Это операция Бьерн 1963 года, это операция Десанксис Зукелли 2000 год, и вот наиболее молодая методика Виста, комбинированный тоннельный метод, автора Хамайюн Заден. Частота осложнений и характер определяются состоянием комплекса тканей, которые формируются вместе операцией, ну и состоянием окружающих тканей. Костный, соединительный, мягкими тканями десны, тканями зуба, на ранних еще этапах, это поверхностным или маргинальным эпителем. Рецидив при адекватном выборе стратегии и тактики практически не встречается. И при соответствующем пред-интро- и постоперационном ведении пациента и поддержке фармакотерапевтической мы не встречаем практических осложнений, поэтому нам удается добиться 100% эффективности методов лечения именно используя системный подход. Актуальной, наиболее распространенной методом лечения рецессии зубов, конечно же, является методикой с использованием аутотрансплантата, где донорскими зонами чаще всего являются либо бугор верхней челюсти, либо они оба. Однако полученного таким образом трансплантата достаточно для лечения максимально только трех зубов. А объем, качество и размеры трансплантата, конечно же, ограничены, поскольку ограничена зона забора. В 20% случаев аутотрансплантат тонкий и не меняет фенотипических показателей десну. Все вот эти проблемы в совокупности, но и многие другие также, они привели к поиску пластических материалов, которые могли бы заменить аутотрансплантат в этих операциях, чтобы его источник, в общем, был сравнительно не ограничен, чтобы можно было брать любые размеры или как-то регулировать толщину этих материалов и прочее. Ну и поиск этот ведется достаточно давно. Имеется рынок материалов, которые предлагаются для закрытия рецессии десны, но, к сожалению, реальных методов, вернее, к сожалению, реальных результатов тому мы не наблюдаем. У нас есть уже опыт клинического применения имплантата из твердомозговой оболочки, хиологенный дуроматок и аутотрансплантата в одном протоколе операции у одного пациента. Отмечена одинаковая реакция на операцию абсолютно, ну и сопоставимый клинический результат по всем показателям. У нас есть опыт лабораторного исследования с моделированием операции для лечения рецессии десны множественных, ин-виво, на крысе, при этом бы техника была адекватной к хирургической технике лечения, рецессия однослойной техникой или двуслойной с использованием пластического материала, аутотрансплантата или имплантата аллогенной дуроматр. Модель является универсальной, и ее разработка позволила нам изучать на животных дальнейшее поведение материала, замещение его тканями, какие-то сроки и так далее. Есть опыт применения твердой мозговой оболочки при лечении рецессии десны у ортодонтических пациентов, в которых либо уже имеется рецессия, или есть риск высоких образований за счет ортодонтического лечения в соответствии с его планом. И анализ конус-лучевой компьютерной томографии показывает, что в области всех оперированных рецессий увеличивается объем костной массы и формируется повторно, или первичная, если это была первичная дегисценция, то есть отсутствие объема кости по всей высоте корня зуба, то есть объема замыкающей компактной пластинки, чисто анатомической, например, на клыках такое встречается. И мы везде видим электронную плотность, которая соответствовала бы компактной кости на отдаленных сроках. Выполнен анализ гистологического состава тканей, который образуется в зоне имплантации у крысы в лабораторно-гистоморфологическом исследовании. И показан везде результат образования конкретного вида, а точнее комплекса тканей у нас формируется. И костная ткань в этом месте, и заметные остатки надкосницы еще через 7 дней, и утолщение биотипа десны происходит на самом деле за счет воскулиризации от травмы, а не от использования материала. Но в тех ситуациях, где твердая мозговая оболочка была установлена субпериастальна, она превращалась в кость. А там, где находилась толще мягкие ткани интергингивальные, там она замещала соединительные ткани. В локосе субпериастальной инсталляции ТМО образуется везде костная ткань, поэтому рецессия десны останавливается, поскольку замыкающая пластинка, сформированная в этой зоне, придает опору круговой связке, которая формируется повторно после хирургической травмы от операции. Если в этом месте образуется соединительная ткань, высок риск рецидива, так как костная поддержка объема мягких тканей отсутствует в этой зоне, и, соответственно, мягкие ткани мигрируют обратно, формируя зенит рецессии. Это перечень публикаций по теме доклада, которые уже выпущены за период с 2016 года. Нами было отработано несколько ключевых моментов в этом исследовании. И вот какие пункты включает системный подход, предлагаемый нами, к лечению хирургическому одиночных и множественных рецессий десны. Конечно же, первое – это планирование и диагностика. Нами была разработана диагностическая таблица с учетом фенотипических показателей. Всех, очевидно, которые будут влиять или иметь какой-то вес в результате лечения в процессе или будут определять выбор методики. Таблица придумана для адекватного выбора стратегии и тактики лечения. Первичные и через нее проходят абсолютно все пациенты. Второе – это моделирование в эксперименте для доклинического изучения. Было проведено лабораторное исследование на крысах с оценкой клинических показателей в области операции. Третье – это выбор стратегии и тактики лечения. В этом случае разработана трафаретная таблица для одиночных рецессий, которая позволяет по оценке показателей, определяемых на этапе осмотра и сбора анамнеза, предсказать выбор конкретной методики или комбинации, определить количество этапов и так далее. Для одиночных рецессий и для множественных существует схема выбора методик, которая учитывает наличие и состояние объема окружающих тканей. Выбор пластических материалов. Проведено исследование физико-химическим методом романовской спектроскопии для подтверждения степени очистки материала по технологии леопласта и отсутствия следов ДНК и РНК в том материале, который мы предоставляем уже врачу. Введение пациента в операции до и после. Разработана схема фармакотерапевтической поддержки для профилактики послеоперационных осложнений и реакции. То есть за счет комбинации препаратов мы можем регулировать состояние и качество ткани. Оценка результатов лечения по клиническим показателям. Разработана таблица показателей оценки клинического состояния до начала лечения через 3, 6 и 24 месяца. Для понимания стабильности результата, как он меняется, его качественное количество обсчета и так далее, статистики. Рентгенологический анализ. Проведена оценка объема костной массы в области оперированных рецессий до и после лечения по компьютерной томографии. Ну и доказано объективное увеличение объема кости и формирование замыкающей вертикальной пластинки в этой зоне. Гистологический анализ тканей в месте установки пластического материала. Проведено лабораторно-гистоморфологическое исследование. Подтверждено образование кости при супериостальной инсталляции в соединительной ткани при инсталляции интергенгивали. Клинические результаты в различных методах, которые были получены за 12 лет, почти на тысячи пациентов, со средним числом зубов с рецессиями, в том числе сравнительно с аутотрансплантатами. Преимущественно оперируются множественные рецессии, поэтому рецессии одиночные. Они, конечно, очень сильно портят статистику цифры 4, потому что реальное количество зубов, которые оперируются множественной рецессией, это, наверное, 6-7. 6-7, потому что бывает, оперируют от одного клыка до шестого зуба в другом сегменте. Вот как выглядит эта таблица. Мы объединили несколько устоявшихся, общепринятых всемирных классификаций в одну и добавили, в том числе от себя, то, что мы видим, клинические показатели и факторы, которые вы влияли дополнительно на выбор стратегии и тактики. 10 комментариев, зачем учитывать этот фактор, на что он влияет, поэтому... Это таблица конкретного пациента, который был осмотрен и у него было определено. Ряд показателей учитывает состояние, это конституция, тип кости, объем кости, объем мягких тканей, как характеристика биотипа, и точки крепления мышц, как хирургический показатель. Также здесь есть несколько показателей ортопедических и гигиенических, для понимания, какой вообще результат нас ждет спустя много лет после проведенного лечения и будет ли он адекватен тем методикам и сложности выбранного лечения, если оно того требует. Там и результат, который мы получим в итоге.